Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Даниил Добрин. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем с предупреждения МЧС о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью 29 марта в восточных и западных районах ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем усиление ветра ожидается в южной части региона. Здесь до 23 метров в секунду. Непогода накрыла все Оренбуржье. Тому виной атлантический циклон. В Орске введен режим повышенной готовности. На востоке Оренбуржья ожидается порывистый ветер и снег с дождем. Администрация города Орска сообщает, что с 28 марта до 2 апреля службы экстренного реагирования, коммунальные и дорожные предприятия, сетевые организации на востоке области готовы к работе в непростых условиях. Тем временем дневные температуры в области постепенно повышаются. Службы различных ведомств готовятся к скрытию рек. По прогнозам гидромедцентра, ледоход на водоемах региона начнется в первых числах апреля. Сейчас на большинстве водоемов ледостав. Водная гладь еще затянута слоем льда, но он уже начинает темнеть и становится рыхлым. Толщина от 14 сантиметров и больше. Уровень рек постепенно начинает подниматься. Урал у поселка Березовка в сутки набирает по 3 сантиметра. В районе Орска 1 сантиметр. Ириклинское и Сорочинское водохранилища пока без изменений. Скованный льдом еще Самара и Лек и Сакмара. Быстрее всех от зимней спячки проснулась река Большой Юшатырь. В районе села Октябрьское он поднялся на 6 сантиметров за сутки. На водоемах региона уже приступили к противопаводковым мероприятиям. Взрывные работы провели в Илекском районе на Урале возле села Нижнеозерное. Такие же работы запланированы в Кваркинском и Адамовском районах. Помимо этого проводится распиловка и чернение льда. В Солилецком городском округе демонтируют понтонный мост через Илек. Есть риск, что паводковые воды могут повредить или смыть его. Переправа соединяет населенные пункты Покровка и Девнопольное. Местные власти продумывают пути объезда. К другим темам. Дотация районным бюджетом на строительство школ и стадионов, оценка цифровой зрелости региона, реконструкция объектов культуры. Об этом и не только шла речь на заседании правительства региона. Главы профильных министерств обсудили ход реализации областных и федеральных программ. В центре дискуссии очередного заседания сразу несколько тем, связанных с реконструкцией образовательных объектов Оренбуржья. В понедельник министр образования региона посещает мастерские в среднеспециальных учреждениях области. Их оснащение – это совместный проект, финансируемый из регионального и федерального бюджетов. В планах еще три техникума – Орский технический, Новотроицкий политехнический и Горно-технический в Ясном. Их отремонтируют и оснастят самым современным оборудованием по профилю. На эти три техники мы направим 420 миллионов рублей. Большие деньги, даже можно сказать беспрецедентно. Я думаю, таких не было ни за 10, ни за 20 лет предыдущих. Но наша задача, конечно, чтобы техниками и профессии, которые там преподают, изучают, конечно же, во-первых, в соответствующих условиях, во-вторых, на самом современном оборудовании. У меня нет сомнения, что будет так же все качественно и срок. Отдельная тема – возведение новых образовательных объектов в эти дни. По трем из них выдаются итоговые акты – заключение об окончании строительства. Это у нас, получается, школа на 500 мест, подгородняя Покровка. Это у нас детский садик Расташи и детский садик Дубках. А при Урале мы выдали сюда. По этим трем выдают еще? Да, да. Соответственно, все объекты будут введены до конца года, как положено. Кроме того, субсидии на строительство спортивных площадок, а именно футбольных полей, получат Бузулук, Новотроиц, Каренбургские и Северные районы. По каждому из проектов губернатор требует более тщательного отбора подрядчиков и жесткого контроля сроков. Шла речь о капремонте многоквартирных домов. 9 тысяч адресов утверждены и вошли в региональную программу до 2043 года. Субсидии на реконструкцию также получат и дом Тимашевых на улице Советской в областном центре, отметила министр культуры региона Евгения Шевченко. Сумма дотаций превысила 400 миллионов рублей. Главы профильных министерств обсудили и ход так называемой цифровой трансформации региона. По ее темпам среди субъектов ПФО наша область сейчас занимает седьмое место. Оценивалась цифровая зрелость учреждений области, повсеместность внедрения системы электронного документа оборота и уровень развития информационной безопасности. Анна Фтюрина, Игорь Бероев, Новости дня. Мы продолжаем. В Оренбурже, как и по всей стране, отменены часть ковидных ограничений для школ, детсадов и лагерей. Роспотребнадзор опубликовал правила для образовательных учреждений. Согласно документу, школьники больше не должны заниматься в одном кабинете. Классы могут переходить между учебными аудиториями свободно. Помимо того, контактным по коронавирусу детям при отсутствии симптомов заболевания больше не нужно делать справки. Медицинские справки нужны только тем, кто пропустил занятия по болезни. Разрешаются массовые мероприятия для детей и молодежи, но только при условии проведения на открытом воздухе. Речь идет о линейках, мероприятиях в детских лагерях, работе кружков и секций. Снимаются ограничения по наполняемости детских лагерей. При этом персонал перед лагерной сменой должен быть протестирован на коронавирус. А разница между выездом и заездом смен не может быть меньше двух суток. Что касается новых данных по коронавирусу, то в Оренбуржии количество вновь выявленных диагнозов за последние сутки 335. Общее число заразившихся с начала пандемии почти 210 тысяч. 1124 оренбуржца в понедельник закрыли больничные листы. По-прежнему регистрируются смертельные случаи. За последние 24 часа погибли от осложнений ковид-19 3 человека. Аварии и пожары. В минувшие выходные в Оренбуржии зафиксированы десятки инцидентов. О самых крупных происшествиях региона смотрите в нашем обзоре прямо сейчас. Сразу несколько оренбуржцев пострадали в результате аварий в эти выходные. Так, на улице Завоской, Новотроиска, автомобиль с «Шевроле Нива» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с «Рено Сандеро». «Иномарка» отлетела на проезжавшую мимо машину. Двух пассажиров «Рено Сандеро» госпитализировали в больницу Орска. Все обстоятельства сейчас выясняются. Есть пострадавшие в результате ДТП в областном центре. В ночь на воскресенье на проезде автоматики Оренбурга нетрезвый водитель Киев выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с «Ладой Грантой». Пассажира отечественного авто с травмами доставили в больницу. Еще одна авария зафиксирована в Орске. Там на пересечении проспекта Ленина и улицы Московской столкнулись две иномарки. Автомобили сильно повреждены. По словам очевидцев, водителя и пассажира увезла скорая. В Орске автомобиль не смог продолжить движение. В воскресенье в поселке Первомайский машина провалилась в ливневую канализацию. Я не заметил канаву из-за воды, которая затопила всю проезжую часть. Не обошлось без пожаров. Минувшее воскресенье в Адамовском районе в поселке Шильда сгорел четырехквартирный дом. Строение уничтожено на площади 96 квадратных метров. Сгорели вещи жильцов. С огнем боролись семь пожарных. По оперативным данным, пламя распространилось из жилой комнаты. Сейчас по факту проводится проверка. Другое огненное происшествие зафиксировано под Оренбургом. В субботу в зоне отдыха Дубки огонь вспыхнул в одном из зданий детского оздоровительного лагеря «Ромашка». Огонь повредил кровью на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина выясняется. Елена Еремина, Анатолий Филатов. Новости дня. Это новости дня. И вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Уходящие с рынка рискуют репутацией. Россияне предпочитают работать в отечественных надежных компаниях. Молодые профессионалы. Студенты Оренбуржья готовятся к национальному чемпионату. Оренбург потерпел разгромное поражение от Краснодара. Итог очередного матча первенства футбольной национальной лиги. Это новости дня. Мы продолжаем. Компании, покинувшие российский рынок, рискуют своей репутацией. В случае их возвращения большинство россиян скорее предпочтет работать в любой другой компании, нежели у них. К такому выводу пришли специалисты компаний по поиску высокооплачиваемой работы в России. Компаниям, поддержавшим санкции в случае возвращения на российский рынок, придется бороться за кадры. Оброс трудоспособного населения страны показывает, что большинство россиян при трудоустройстве в будущем, при прочих равных условиях, выберут более надежного работодателя, чем компанию, которая ушла из России, а затем вернулась. Свою позицию люди объясняют политическими убеждениями. И лишь 23% при трудоустройстве выбрали бы компанию, которая ушла, но вернулась на российский рынок. По их наблюдениям, западные компании обычно предоставляют лучшие условия труда по сравнению с отечественными. Россияне до 34 лет чаще других выражают готовность работать у вернувшихся иностранцев только на условиях высокой зарплаты, удобного графика, современного рабочего места, расширенного компенсационного пакета и перспектив карьерного роста. Молодые профессионалы. Студенты Оренбургского педагогического колледжа активно готовятся к национальному чемпионату WorldSkills. Но чтобы попасть в финал, нужно победить на региональных и итоговых соревнованиях. Первенство проходит с 10 марта по 25 апреля. Научить детей, далеких от музыки, играть на шумовых инструментах и при этом пританцовывать и получать удовольствие от происходящего. Причем все это за 20 минут. Яна Горностаева, студентка четвертого курса, в национальном чемпионате будет участвовать во второй раз. В прошлом году не удалось справиться с волнением. Компетенция преподавания музыки в школе – одна из самых сложных. Нужно удержать очень много задач сразу, выполнить их. И большой объем. Модулей у нас шесть для выполнения. И в каждом из них свои задачи. И порядка, если брать по критериям, то порядка 150 критериев нужно запомнить. Отбор участников на все компетенции жесткий. Уроки студенты будут проводить с волонтерами – это неподготовленные люди. Однако нестандартные подходы и опыт студентов помогают решить любые задачи. Будущий педагог доп. образования и хореограф Ирина Кочетова – участник по компетенции дополнительное образование детей и взрослых. Мы будем показывать саму презентацию, представлять свою программу, проводить игру, проводить занятия, основную часть занятия, проводить консультацию с родителями, рассказывать о своем плане досуговых мероприятий и проводить подготовку к досуговому мероприятию. Дмитрий Смирнов готовится по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Его задача – составить тренировку и план питания, опираясь только на фото человека. У студентов колледжа есть все шансы стать участниками национального чемпионата WorldSkills. Здесь вся необходимая материально-техническая база. В образовательном учреждении аккредитован специализированный центр компетенции. Ольга Ингель, Семен Воробьев, Новости дня. Глыбы льда над головой. Жители дома номер 10 по улице Ленинской областного центра живут в страхе. Выйти из подъезда и не попасть под ледовую атаку – это большая удача. При этом все обращения в управляющую компанию остаются без ответа. Диана Кузимбаева выслушала жалобы горожан. С наступлением весны коммунальные проблемы в этом многоквартирном доме в самом центре Оренбурга обострились. Глыбы льда свисают с крыши, не в любую минуту могут обрушиться. Выйти на улицу – как преодолеть квест. Пробегаем быстро, чтобы не упало, смотрим. Машина не подъезжает, потому что боимся. Тут с детьми обходим, потому что, не дай бог, тут уже не то что снег, уже лед, уже растаял, уже подмерзло несколько раз. К тому же крыша уже не первый год протекает. Шифер словно решето. Заливает весь подъезд. В управляющую компанию жители дома ходят ежедневно, как на работу. Но решить проблему не удается. Мы сейчас пошли, он говорит, ну что, я не знаю, что делать. А как что делать? Денег нет у них. А как денег нет? Ну какие-то деньги, все равно мы собираем, наверное, с дома. Они мотивируют тем, что у нас должники есть. Ну а что должники? Если должники есть, значит, что, ничего не надо делать, что ли? Десятый дом по улице Ленинской с июля прошлого года обслуживает компания «Эксперт». «Эксперт». Застать сотрудников на месте и выяснить, когда крышу очистят от льда, оказалось непросто. У них нету пока. А когда будут, не знаете? Я не знаю. А вы кто? Я с другой организацией. Не относящийся, да? Нет, нет. Телефоном разговоре диспетчер компании сообщает, что обслуживать дом не могут по причине долгов. Более 50% не оплачивают содержание дома. Собственных средств у компании нет. А нанять машину для уборки льда стоит очень дорого. Вопрос решается. По мере возможности проблема будет ликвидирована. А пока жильцам придется с оглядкой пробегать мимо нависающей угрозы. С надеждой, что все обойдется. Диана Кузимбаева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Будущие энергетики поближе познакомились с профессией. Студенты Оренбургского государственного университета побывали с экскурсии на производственных объектах компании «Т-Плюс». О чем узнали участники – все подробности прямо сейчас. На экскурсии 20 будущих энергетиков узнают о важных правилах работы в тепловой камере. Такой учебной площадки больше нет ни в одном филиале компании. Она дает уникальную возможность отработать профессиональные навыки, а заодно познакомить молодежь с нюансами выбранной специальности. Специалисты Оренбургских тепловых сетей достают из люка манекен. Так они отрабатывают навыки спасения пострадавшего. Увидеть мастерство опытных специалистов – бесценно. Как раз таки вот про тепловую камеру, как показывали, что можно эвакуировать человека и достаточно все эффективно происходит. Это действительно очень интересно и полезно, я в принципе думаю, потому что все показывает и достаточно хорошо. Подобные экскурсии проводят регулярно. Проф о ретенционной работе в Оренбургском филиале «Т-Плюс» уделяют особое внимание. Наблюдая за работой энергетического оборудования, действиями работников в режиме онлайн, а также приобщаясь в игровой форме к отраслевой жизни энергетиков, ребята вдохновляются благородной профессией энергетика. Не вдохновиться и правда трудно. Студентам удается побывать в самом сердце оренбургской энергетики. В этой диспетчерской следят за энерго- и теплоснабжением областной столицы. Здесь им рассказывают о тепловых магистралях, насосных станциях и тепловых пунктах. На интерактивной панели все представлено наглядно. Сами преподаватели рады, что сегодня у молодежи есть возможность познакомиться с профессией напрямую. Порядка 75% наших выпускников работают в Оренбурге, Оренбургской области, то есть являются фактически специалистами для нашего региона. Они должны видеть реальный объект. Завершилась экскурсия для студентов в бизнес-игрой «Теплоцентраль». Участники составляли схемы теплоснабжения в виртуальном городе будущего. Устраняли повреждения, управляли инвестициями. Это по-настоящему тренирует стратегическое мышление. Скоро подобные занятия планируют внедрить в старших классах школ, колледжах и строительных факультетах. Елена Еремина, Игорь Бероев. Новости дня. И снова о погоде. Мокрый снег, дождь, ветер и почти летний плюс. По прогнозам синоптиков Оренбургского гидромедцентра, на этой неделе жителей области ждет резкий переход от зимы к весне. Оренбуржье сейчас под влиянием большей части холодного фронта, говорят в гидромедцентре. Во вторник запада в область придет очередной циклон. Усилится ветер. Порывы уже будут достигать в среднем 10-15, порывы 18-23 метра в секунду, то есть до 23 метра в секунду. Также с собой он принесет осадки. Осадки преимущественно снега в виде снега и мокрого снега. Эта ночь будет холодная, кстати. Эта ночь у нас будет минус 5-10. Днем во вторник воздух прогреется до плюс 3, отмечают специалисты. В следующую ночь столбики термометра покажут минус 2, плюс 3 градуса. По прогнозам синоптиков, температура будет повышаться в течение всей недели. Если в среду в области до плюс 8, то в пятницу уже до плюс 15. Плюсовые температуры в ночное время можно ждать уже с 1 апреля. Осадки со среды и до конца недели накроют северные и западные районы региона. Оренбургцам нужно быть готовым как к снегу, так и дождю. В некоторых районах зонт будет необходим практически ежедневно. Ветер сменит направление на южное. Его порывы будут значительно меньше. Пасмурно и тепло будет в выходные. Воскресенье уже до плюс 19. 27 марта – Международный день театра. Этот праздник в Оренбургском драматическом театре имени Горького был особенным. Его посвятили 80-летнему юбилею художественного руководителя Ревката Исрафилова. Орден Дружбы Народов, Орден Почета за заслуги перед Отечеством 4-й степени – лауреат премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. За годы творческой деятельности Ревкат Исрафилов удостоен десятка званий и наград. Но для него по-прежнему главным мерилом успеха остается любовь зрителя и аплодисменты. «Театр живет в душе каждого человека. Без театра они обходились никогда. Когда рождалась земля, уже театр существовал в каком-то виде. Поэтому театр – это, я как всегда говорю, это тот очаг, тот волшебный костер, вокруг которого собираются люди». В этот день зал рукоплещет стоя. Ревкат Исрафилов поставил более 50 спектаклей. В год театр драмы посещают более 80 тысяч человек и будет еще больше. Ведь в областном драматическом в этом году приступят к ремонту малого зала. Как отметил художественный руководитель, это станет отличной площадкой для начинающих актеров и постановщиков. О спорте. Сенсация в Краснодаре. В очередном матче первенства футбольной национальной лиги лидер розыгрыша «Оренбург» потерпел разгромное поражение от «Южан». «Краснодар-2» располагается в середине турнирной таблицы. В первом круге оренбуржцы спокойно выиграли дома 2-0 и не ожидали особых проблем на выезде. Однако с самого начала все пошло не так. На третьей минуте встречи хозяева открыли счет с шикарным ударом со штрафного. И спустя короткое время не менее красиво увеличили отрыв. Первый тайм без проблем мог закончиться и больше, потому что у них были хорошие моменты забить на 3-0 еще. Соперник с тех первых 45 минут был на 2 уровня лучше, чем мы. Гости не успевали за быстрой кубанской молодежью и нахватали кучу желтых карточек – 10, две из которых стали вторыми и превратились в красные. Но сначала наши все-таки сравняли счет. В середине второго тайма разрыв сократил Бреев и практически сразу удалился. А спустя считанные минуты, в которые уже раз голевое чутье продемонстрировал полуяхтов и уравнял шансы 2-2. Тут же в нашей штрафной мяч попал в руку Сивакову, что привело к его удалению и пенальти. Оренбуржцы остались в девятером. Игра рассыпалась. И южане добили нас еще двумя точными ударами – 5-2. Молодая краснодарская команда преподала фаворитам весьма впечатляющий урок. А ФНЛ в очередной раз подтвердила непредсказуемость турнира, где каждый может обыграть каждого. Нам, конечно, тяжело играть с такими командами, как Оренбург, Факел, Балтика с позиции силы. Но сегодня мы показали, что мы готовы, в принципе, играть первым номером. На протяжении всей игры, мне кажется, мы контролировали ситуацию. Несмотря на болезненное поражение и благодаря запасу прочности, Оренбург сохранил свое лидирующее положение. Огромный интерес вызывает наш следующий матч, совершенно очевидно, ключевой. В субботу принимаем торпеда. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. В Оренбурге проходит лично командный чемпионат России по настольному теннису. На главный турнир года собрались сильнейшие игроки страны. Любители тенниса привыкли видеть в Оренбурге соревнования самого высокого ранга. Матчи лиги европейских чемпионов, туры премьер, супер и высший лиг, крупные всероссийские турниры. Сейчас в центре настольного тенниса на чемпионат страны собрались все российские звезды. И молодые таланты, и опытные титулованные бойцы. Мы очень рады быть в Оренбурге и показать его жителям, которые, ну, избалованы, может быть, европейским спортом, да. Но мы хотим показать, что в России, во многих регионах есть очень высокого уровня спортсмены. А условия, которые здесь созданы, здесь теннисный дом, здесь все намолено, здесь никому не надо ничего объяснять. Здесь проведение – это просто одно удовольствие. Чемпионат начался командными соревнованиями. По 16 мужских и женских сборных играли по олимпийской системе. Слепой жребий в первом же круге свел женскую команду Оренбургской области с Нижегородками. Хозяйки проиграли будущим чемпионкам и довольствовались утешительным турниром, где обыграли соперниц из Приморского края и Свердловской области. В мужской части оренбуржцы, как хозяева, смогли выставить две сборные. Основная на старте легко разобралась с теми же приморцами, но в четвертьфинале уступила дорогу к медалям Свердловчанам и стала пятой. Наша вторая молодежная команда, проиграв в 1-8 Татарстану, изрядно пошумела в утешительной сетке. Командное золото разыграли между собой чемпионы двух последних лет – москвичи и петербуржцы. В драматическом финале, проигрывая 0-2, москвичи вырвали победу 3-2. Сегодня на турнире начались личные соревнования – одиночные и парные. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. Вы можете стать соавторами новостей ОРТ. Ждем ваши видео, фото, а также сообщения о проблеме, которую вы не можете решить самостоятельно в мессенджеры нашей редакции. Прямо сейчас они на вашем экране. Номер телефона 8-987-852-6011. Работает и круглосуточный телефон горячей линии. Напоминаю, что звонок бесплатный. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова